Джая-Двайта-Чандра-Джая-Гора-Бхакта-Вринда Мы сегодня почитаем из Читань-Чаритамриты Мадья Лила, 13 глава, который называется «Экстатический Танец Господа во время Радхаятры». Саджият Кришна Чайтаньяха Шри Радхагре Напаяртаха Яха Янасич Джагатам Читтам Джаганатхо Пивисмитаха Самой Верховной Личности Бога Шри Кришна Чайтанья, который танцевал перед колесницей Шри Джаганатхо. Танец этот не только поверг в изумление всю Вселенную, но поразил даже самого Господа Джаганатхо. Джая-Джая Шри Кришна Чайтанья Нитянанда Джая-Двайта-Чандра-Джая Гора-Бхакта-Вринда Слава Шри Кришне Чайтанья и Прабу Нитянанда. Слава Адвайта-Чандре. Слава всем преданным Господу Шри Чайтанья Магапрабху. Дяй Шратагана Шуна Кари Экамана Радхаятрая Нритья Прабура Парамамухан Слава слушателям Шри Чайтанья Черетамбеса. Сейчас вы узнаете о том, как Господь Чайтанья Магапрабху танцевал на празднике Радхаятра. Его танец принял сердца всех, кто видел его. Пожалуйста, слушайте о нем с нетрудным вниманием. На следующий день Шри Чайтанья Магапрабху и его приближенные встали еще до рассвета и тщательно совершили утренняя марина. Радхая Тиман, тщательно совершили утренняя марина. Еще до рассвета. То есть не то, что быстро вылил на себя ведро воды и помчались. Они тщательно совершили. Савадхана. Савадхана значит очень внимательно. Панду Виджая Декки Варе Корила Гаман Джаганна Тхаятра Кайла Чарисим Хасан После этого Шри Чайтанья Магапрабху отправился вместе со своими ближайшими последователями посмотреть на церемонию Панду Виджая. Во время этой церемонии Господь Джаганнаха покидает свой трон и восходит на колесницу. Те, кто был во время Радхаятры, это целая процессия. То есть нужно туда прийти с раннего утра. Ну, конечно, с раннего утра преданные, которые могут зайти в храм, могут видеть вот эту процессию, как Господь покидает трон и его передвигают в сторону выхода. Но мы, снаружи стоящие, мы можем только видеть, как Господь уже выводит и возводит на колесницу. Но это с раннего утра происходит. То есть нужно, кто хочет побывать на празднике в колеснице Радхаятры, в Джаганната Пури, нужно настроиться, что нужно с утра там и до вечера. Я по мере буду вспоминать свой опыт, вот как это происходило. Апани Пратапарудра Лая Патраган Махаправу Раганы Карая Виджая Даршан Царь Пратапарудра, присутствовавший там со своей свитой, сам позаботился о том, чтобы церемонии Панды Виджа могли увидеть все спутники Шичи Тани Махаправа. То есть это в сфере полномочий царя устроить, организовать таким образом, чтобы ващналам, преданным, спутникам Господа Шичи Тани Махаправу, ему самому было отведено необходимое место, так, чтобы они могли все лицезреть. Адвайта Нитай Ади Санги Бактаган Супки Махаправуды Ки Ишварагаман Шичи Тани Махаправу и самые близкие его слуги Адвайта Ачаря, Нитянанда Прабу и другие с большим удовольствием наблюдали за тем, как Господь Джаганатха начинает Радхаятва. Но это еще не само начало, это еще будет описываться, как его еще только возводят на колесницу. Силачи Дайты, переносчики Божества Джаганатхи, были могучи, как пьяные слоны. Они на руках перенесли Господа Джаганатху с трона на колесницу. Здесь Шалуропада объясняет в комментарии происхождение вот этих Дайта и других видов слуг Господа Джаганатхи. Слово Дайта указывает на того, кто обрел милость Господа. Дайта и Кальпактае это часть пранамы мантры 17 разводов. Тот, кто обрел милость Господа. У Господа Джаганатхи есть разряд слуг, которых называют Дайтами. Эти слуги не отличаются высоким происхождением, то есть не являются браманами, кшатриями, ливайшими. Но, благодаря своему служению Господу, пользуются всегощим уважением. Вот почему их называют Дайтами. Они заботятся о Господе Джаганатхе со дня сна на ядре до того момента, когда Господа переносят с трона на колесницу. Перед праздником колесниц, примерно за примерно за две недели, насколько он, или за неделю, как я не дарю, можно посмотреть, проводится с наньятра. На, две недели. Когда божеств Джаганатхе золотые сабадры обильно омывают благоприятными жидкостями, в Джаганатхе их строят такой постамент, что они, он становится вровень с вот этой оградой высокой, и таким образом они как бы выглядывают, и снаружи всем прекрасно видно, и там их обильно омывают. В Майпуре, в деревне Раджпур есть и божества, за которыми ухаживают, и которым поклоняются Искон. И вот каждый, где-то в начале июня обычно, когда очень жарко, очень потно, огромная очередь преданных, которые пришли, чтобы послужить Господу, собственно, ручно омыть Господа. Это, пожалуй, единственная общая бешека, где может каждый омыть. И вот остальные божества, которые там на алтаре, в Гурне Таи, тем более Рада Кришна, обычно такого не делается. Но вот традиция поклонения Господу Джиганатии такова, что им поклоняются даже Дариты. И сейчас мы услышим, каково их происхождение, чтобы оценить, какова велика милость Господу Джиганатии. И вот начиная со Снана Ятры, потом Господь как будто бы заболевает, как будто бы Он простывает от обилия воды, перекупался, простыл, и Господь удаляется во внутренний покой, где Он пребывает все вот эти две недели или десять дней вместе с богиней Лакшми. И никто туда не входит. И трон, где обычно поседают, этот алтарь, он пустой. На это время Господь Четанима пробуешь какую-то огромную разлуку с Господом Джиганатой, не способный увидеть, уходит в Алаванат. Да, в Алаванат. Он уходит туда, где вот этот мы камень видели, который расклад раскладывался от тела Господа. Господь принимал прибежище Даршине Господа в Алаванат, где-то 20 километров от Джиганат в Гуде. И потом, во время Радхаятры, предные собираются в этот день, чтобы снова лицезреть Господа, который как будто бы выздорел, его снова смытую краску, если таковая была, и снова раскрашивают, и Господь очень свежий. А, почему не было в Алаванат? Даже не знаю почему. Получается, каждый год в Алаванатаха была, Да, пока вот был в Пури, 48 лет, Господь читал Маапрабо внешне присутствовал в Материальном мире, в 24 года принял Саньясу, и в 24 года прожил в Пури. В 24 года каждый год ходил туда. Ну, это вот насколько я не получил представление. Так вот, эти дайты заботятся о Господе Джиганатхе со дня сна на Ятры до того момента, когда Господа переносит с трона на колесницу Радху. В Кшетра Махатми, это священное писание, Махатми это обычно прославляющее что-то, Кшетра это одно из названий Пури, то есть Кшетра Махатми это книга, которую прославляет Джиганатху Пури, сказано, что дайты это потомки шабаров, касты, представители, представители которой зарабатывали на жизнь разведением и продажей свиней. Даже вот таких личностей Господь Джиганатхе одарил своей милостью и позволил им лично служить себе. При этом среди дайтов тоже много выходцев из сословия Брамана. Интересно. То есть даже те, кто разводили свиней, среди них тоже Брамана. Тех дайтов, что происходит от Браманов, именуют дайта-пати предводителями дайтов. Дайта-пати подносят Господу Джиганатхе сладости и другие кушания во время Аннавасары, когда Господь отдыхает после Санаятры. Им также доверено ежедневное предложение Господу сладостей рано утром. Считается, что во время Аннавасары Господа у Господа начинается жар и дайта-пати лечит его фруктовым соком, символизирующим целебные настои. Как здорово вообще. Говорится, что изначально Господу Джиганатхе, которого тогда называли Нила Мадовой, ему поклонялись Шабара. Потом, когда Божество установили в храме, Господа стали называть Джиганатхой. А поскольку Божество взяли у Шабара, всех преданных Шабаров возвысили до положения дайты. Таким образом, преданное служение очищает и возвышает любого человека, любого сословия до положения, которое даже социально пользуется большим уважением почета. В этой связи Шабарапада был обоснованно, ожидал и даже, как сказать, вдохновлял и чуть ли не требовал вот этих слуг Господа Джиганатхи, что если уж их возвысили и дали возможность поклоняться Господу и уж как минимум лицезрели Господу, то почему западных преданных, которые может быть там непонятно казалось бы откуда, тем не менее по милости Господа Джиганатхи тоже имеет право увидеть его. По крайней мере на данный момент преданные могут приехать в Джиганатху и лицезреть Господа воочию во время сна наятры и чуть позднее во время Радхаятры и потом еще точно такая же Радхаятра возвращается через 11 или сколько-то дней. Дальше будет описываться как неспроста вот эти дайты были огромными силачами. Божество Господа Джиганатхи очень большое и очень тяжелое очень массивное и там нужно с таким огромные усилия прикладывать. Я кстати мы с дочерью как-то приехали в мае месяце в Пури и видели как прямо на этой на Гранд Роуд это огромная дорога большой дороге там с одной стороны огромное количество дерева и там из них уже плотники делали вот эти огромные колесы вот эти поперечные скрепляющие балки и так далее и очень много таких могучих работников и даже фотография была видно как кто-то показывал в сети выкладывали что какой-то очень накачанный такой слуга Господа джиганатхи при этом всю жизнь вегетариально свой очень сильный очень могучий показать смотрите вегетарианцами быть не зазорно вегетарианцами вегетарианцами на следующей подушке и в это время другие преданные стоят и в гонге бьют такой огромный шум причем они бьют там каким-то особым ритм таким вот или под этот ритм они так переносят величественно звучит когда дайты переносили божество джиганатхи с валика на валик некоторые валики с громким звуком лопались и вата из них разлеталась во все стороны такой могучий Господь господь джиганатха опора вселенной кто способен перенести его с одного места на другое Господь двигается по собственной воле являя таким образом свои игры 16-й раз с вами напомнил нам что хотя нам иногда кажется что мы можем переносить Господа куда-то устанавливать перевозить его но в действительности Господь является опорой вселенной мы на самом деле покоимся и существует благодаря того что он нас поддерживает и если Господь великодушно соглашается куда-то перемещаться то только лишь потому что он хочет туда переместиться великодушно позволяет своим предам туда его перенести когда Господа тянули от трона к колеснице играли разные инструменты создавая оглушительный шум и читание Маапраба восклицал Манима Манима но его невозможно было расслышать что подокументировать слово Манима используется варисе при обращении к уважаемой личности так же и читание Маапраба почтительно обращался к Господу Джуганаду пока 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 господа переносили с трона на колесницу царь Пратапарудра лично служил Господу подметая перед ним дорогу метлой с золотой рукояти царь царь также окроплял дорогу водой с сандаловым маслом хотя Пратапарудра занимал царский трон ради Господа Джуганадхи он готов был выполнять самую простую работу это настроение которое должно быть у любого царя по крайней мере ведически времена царь прекрасно понимал что вот эта власть которая ему дарована он является представителем власти Господа здесь на земле и таким образом его обязанность это следить за тем чтобы его подданные выполняли обязанности по отношению к Верховной Личности Господа в начале четвертой главы Бхагавадгиты вот этот стих Имам Виласваты Йогам Практаван Ахамабиям Виласван Манавей Брахам Манурик Швакавей Бравид Шупада в комментарии отмечает что почему это знание было передано царям почему Виласванам потому что Виласван Солнце является царем всех планет поэтому дав трансцендентное знание Бхагавадгиты Виласвану таким образом поскольку он является главным среди всех планет из него исходит свет то соответственно на него естественно взирают и он раздавая распространение это трансцендентное знание и следя за тем как оно выполняется находится в правильном положении точно таким же образом в таком же положении оказывается любой правитель по крайней мере ведический правитель и он понимает что его обязанность это следить за тем чтобы каждый подданный как говорит в комментарии к этому стиху 4.1 Бхагавадгиты каждый чтобы все подданные следовали вот этим правилам и законам установленным Бхагавадгитом то есть Шилпадо там не говорит что обязанность царя это защищать подданных он там говорит кстати защищать защищать их от вожделения он пишет от вожделения то есть от склонности погружаться в материальную энергию и использовать стремиться использовать для своего наслаждения и обязанность царя была направить их жизнь организовать их жизнь таким образом чтобы их жизнь двигалась в сторону возвышения и вот здесь Махараджа Пратапарудра описывается что несмотря на то что занимал царский трон ради Господа Джиганадхи был готов выполнять самую простую работу то есть настоящий царь никогда не забывается откуда приходит истинная власть откуда приходит полномочия есть такая книга так вот власть полномочия приходит от Верховного Господа и процесс передачи этих полномочий этого знания проходит через получение трансцендентного знания через получение знания Бхагавадгиты и Махараджа Пратапарудра будучи великим преданным спутником Господа Читания практически демонстрировал что он не забывается он прекрасно понимает свое положение царь был очень могущественен и всеми уважаем но при этом не гнушался черной работы ради Господа вот почему он стал достойным его милости здесь указывается на то что именно готовность служить любым способом Господу каким есть возможности причем не умирать это меня недостойно допустим преданный предположим приезжает в какой-то храм и он допустим распоснитель книг а преданные выносят из храма нужно им что-то перенести в машину загрузить и просят его помоги нам пожалуйста он говорит это не мое служение это совсем не то не то настроение которое должен проявлять преданный преданный подобное следуя по стопам Махараджи Пратапарудры должен быть готов выполнить любое служение и как результат Атаева Джаганадхера Крипара Бхаджан Джаганадхера Крипара такой человек получает милость становится достойным получить милости Господа Джаганадхи именно за само настроение что я помню и готов продемонстрировать свое настроение служения в любой ситуации если ситуация обязывает меня сделать какое-то простое служение казалось бы даже черную работу я прекрасно это сделаю думает такой искренне предный подобный Махараджи Пратапаруды потому что это моя личная функция служить Господу я не буду гнушаться замараться испачкать руки и так далее Магапрабусуккапая Сесывадакхите Магапрабуракипагая Сесывахаите Видя каким служением занят царь Шри Чайтани Магапрабу остался этим очень доволен одним этим служением царь снискал милость Господа Чайтани Ишлуппада комментирует здесь не заслужив милость Господа невозможно постичь верховную личность Бога и встать на путь служения и он дальше цитирует стих из молитв Господа Брама Багаватам 10 14 29 14 глава это молитва Господа Брама когда он просит прощения у Господа за то, что он украл у Господа мальчиков-пастушков и телят 14 глава это все его молитвы и одна из двух молитв звучит так Адхапите девападам боджат двая прасада дешам грехи та эвахи джанати таттвам багаван махим но начанья эко пичирам бичин ван постичь Господа способен тот преданный который удостоился хотя бы крупицы его милости то есть если Господь проливает милость на преданного то по его милости такой преданный может его постичь а как заслужить такую милость это проявить свою готовность действовать как слуга Господа всегда проявлять такую готовность когда есть такая возможность и Господь видит что этот преданный в любых обстоятельствах хорошо ему или плохо такая всеми отмечаемое служение или никому невидимое служение Господь видя это Он видит что мой преданный не выбирает служение ради своего возвеличивания а он просто готов не служить в любых обстоятельствах и именно такому предному Господь с большим желанием проливает свою милость другие могут пытаться понять Господа размышляя о нем продолжает Шлопада но так они ничего о нем и не узнают хотя Махараджа Пратапарудра очень хотел встретиться со свящей читанием Махараджа Пратапарудра поэтому он не хотел осквернить запятнать себя таким общением очень строго проявил себя Бога Ишваре Прасактанам Тая Пахрита Читасам Ява Саят Микабуды И Самадхау Навидгиты Говорит Господь Кришна во второй Главе Бхагаваджиты что тот кто слишком приязан к материальным богатству и чувственным наслаждения и чей ум от этого сбить с толку не может с решимостью посвятить себя предному служению то есть Господь Читания Махараджи активно по своему собственному стремлению вовлечен в материальное богатство и чувственное наслаждение он естественно не может быть стойким серьезным преданным и соответственно Господь Читания Махараджи сильно давая понять показывая всем что с ним сильно не нужно стремиться общаться но тем не менее Господь Читания все таки желаю пролить милость на Махараджи Пратапарудру приблизил к себе его сына даровав ему особую милость что тот начал кататься проливая слезы и воспевать сетей именно и Шилпада комментирует что таким образом через сына поскольку сын является представителем отца Господь Читания Махараджи пролил милость на отца таким вот иносказательным образом преданный который признает преданный который признает Господа Ши Читания Махапрабу Гуру всей вселенной а Господа Джаганатхо верховной личностью Бога Кришной обретает милость Кришне и Гуру одновременно то есть если преданный признает Ши Читанию Махапрабу как Гуру всей вселенной кто своим наставлениями и своим личным примером учит преданных показывает как нужно служить Господу в каком настроении и к какому совершенству каждый преданный желательно должен прийти и Господь Джаганатхо как верхов личность Бога сам Кришна то такой человек если он признает обоих в таких положениях обретает милость и Кришне и Гуру говорит Ши Читани Махапрабу говорит об этом в своих наставлениях Рупи Гаслами это 19 глава 151 стих Мады Лила Браманда Браммандабрамитэ иконэ бакья ван джива Гуру Кришна прасады пая бактилата биджа всеми предного служения прорастают и становятся трансцендентной лианой которая в конце концов достигает лопестных стоп Господа в духовном небе семя это люди обретают по милости Господа и Гуру по милости Господа мы встречаемся с истинным Гуру а по милости Гуру получаем возможность преданно служить Господу с этого начинается что находясь в нашем сердце Господь видит нашу искренности наше желание получить истинное настоящее духовное знание и он устраивает нашу жизнь таким образом чтобы мы могли встретить истинного Ваишнава от которого мы можем получить и продолжать получать духовное наставление и по его милости повлекая нас в предное служение под его руководством мы можем прийти Кришне получить милость Кришне это стих говорит очень известный стих который Шопада часто цитировала преданное служение наука бхакти-йоги позволяет перенестись из материального мира в мир духовный убранство колесницы повергло всех в изумление она казалась только что отлитой из золота и высокой как гора Сумеру Ишлупада очень интересный комментарий дает казалось бы эта история описывается о событиях 505 дней недавности Ишлупада в комментарии пишет в 1973 году пышное празднование Радха Ятра прошло в Англии в Лондоне во время этого праздника колесница проехала по Трафальгарской площади ежедневная лондонская газета Guardian разместила на самом видном месте фотографию с заголовком Радха Ятра Искон соперничает с колонной Нельсона на Трафальгарской площади дал решил подъяснять что значит она соперничает колонна Нельсона видно издалека она представляет собой грандиозный памятник лорду Нельсона подобно жителям Пури которые уподобляли колесницу Радха Ятра в горе Сумеру лондонцы сочли что колесница соперничает с памятником Нельсона такой интересный комментарий то есть какие-то известные существующие объекты материального мира в горе Сумеру это объект материального мира материальной вселенной а в Лондоне это памятник Нельсона то есть то с чем материально обусловленные живые существа имеют дело на постоянной основе в принципе уже имеют представление так вот объект такой как носитель господа Сиганатхи колесница в обоих случаях сравнивается и даже соперничает по своей грандиозности величественности и даже размерам соперничает вот с этими двумя объектами Убранство колесницы состояло из блестящих зеркал и сотен белых опахал из хвостаяков кстати колесница украшенная чамарами каким-то красивым образом сотни описывается венчал колесницей безукоризненно безукоризненно чистый купол балдахин с красивым флагом колесницей и украшена разными изображениями, то есть обычно это изображение каких-то благоприятных объектов, как сказать, горшок благоприятный, который во время церемонии, сударшана чакра используется, какие-то атрибуты Господа, допустим, раковина, булава и так далее, какие-то вот, павлин тоже благоприятные изображения, то есть различными такими изображениями. Звенели многочисленные колокола, гонги и маленькие колокольчики, очень такой радостный, шумный атмосфера вокруг стояла. Чтобы начать Радхаятру, Господь Джаганадха зашел на одну колесницу, а его сестра Субхадра и старший брат на две другие. Радхаятра идет сначала, впереди идет колесница Господа Баладева, посередине, как обычно впереди, перед первой колесницей, там очень много, так вот Баларама любит проявлять силу, и поэтому там вот очень много вот этих играющих, но гонгах, прям вот ритм задают, барабаны бьют, прям вот так вот идешь, прям так ух, тебя подмывает, так подскакивает, такой мощный ритм, так как вот рейд партии, да, вот эти все делают, там, зажигают. Так это что-то такое тамасное, настоящий рейд трансцендентный, это впереди колесница Господа Баларама, в гонги бьют, в барабаны, в раковины трубят. А посередине колесница Субхадры, там очень много вайшнави поют киртаны, ну как-то они принимают прибежище, и перед Господом Джиганати там основное действие происходит. Господь пятнадцать дней оставался наедине с Верховной Богиней Просветания, наслаждаясь ее обществом. Это когда пятнадцать дней он как бы болел, и его лечили как бы лекарством, вот, из фруктовых соков. Пятнадцатидневный период Аннавасары, Шилпавада комментирует, по-другому называется Небрита, в честь уединенных покоев, в которых обитает Богиня Просветания. Обычно во дворцах у женщин были отдаленные покои, они не были проходными дворами, то есть туда надо было еще, так сказать, приусиль, приложить усилия, чтобы туда добраться. То есть женщины во дворцах старались, устроили его и размещали так, чтобы их не беспокоить. Поэтому вот там очень уединенные у них покои были. Точно такой же покой были у Богини Просветания, у Лакшни. Проведя там полмесяца, Господь Джиганатха и спросил у Богини Просветания дозволения покинуть ее покоя. Такой хороший муж. Спрашивает у своей жены, можно мне пойти на Рафаятку, чтобы предные меня повезли. Заручившись согласием Богини Просветания, то есть она все-таки разрешила, и тогда только Господь отправился на прогулку в колеснице Радхи, чтобы порадовать преданных своими играми. Здесь Шелупада комментирует, ссылаясь на комментарий Бактисиданца Расвати Токура. Шелупадца Расвати Токура в связи с этим отмечает, что Господь Джиганатха, как и подобает идеальному мужу, провел 15 дней наедине со своей супругой, Верховной Богиней Просветания. Однако потом Господь пожелал покинуть место уединения, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Господь наслаждается двумя способами, которые называют свакия и паракия. Любовь Господа в свакия расе подчиняется правилам, существующим в двораке, где у Господа множество жен. Но во Вриндаване Господь связан любовными отношениями не с законными женами, а с подругами, гопи. Любовные отношения с гопи носят название паракия расы. Господь Джиганатха оставляет покои, в которых он наслаждался обществом Верховной Богини Просветания в отношениях свакия расы и отправляется во Вриндаван, чтобы насладиться паракия расы. Поэтому Бахтиседанта Сарасвати Токур напоминает нам, что наслаждение, которое Господу доставляет паракия расы, превосходит наслаждение, доставляемое свакия расы. В материальном мире паракия раса, внебрачные любовные отношения крайне предусудительны. Однако в духовном мире такие любовные отношения приносят высшее наслаждение. Все в материальном мире представляет собой отражение мира духовного. Однако отражение это искаженное. Отношения, существующие в духовном мире, невозможно понять на основе материального опыта. Вот почему мирские ученые и пустословы дают неверное толкование играм Господа с гопи. Паракия раса в духовном мире можно обсуждать только тем, кто достиг высот чистого преданного служения. Здесь Шилкопада указывает, что паракия раса, то есть отношение Кришны с гопией, то есть рассказывать какие-то истории, пытаться как-то это комментировать, ну или даже не комментировать, просто рассказывать. Все равно то же самое обсуждение. Вот если это не добавлять сюда большой набор философских напоминаний положения Господа как верховного наслаждающего, положение наслаждающегося, положение гопи, как олицетворение его энергии, которая это его энергия, поэтому он волен наслаждаться ими, как ему все благорассудится и так далее, и так далее. Все вот это огромное количество философских напоминаний, если присутствует, как мы это видим на страницах Кришны Верховной Личности Бога, источник личного наслаждения, то тогда такие слушания о играх Кришны с гопией будут благотворными, потому что тем самым мы слушаем повествования о самых сокровенных ливах Господа из уст и под руководством чистого предного. Таким образом, у нас нет шансов скатиться в банальную Сахаджи. Но если это делать, пытаться как-то самостоятельно, просто заходить, приехать во Вриндаван, просто вот так вот собраться и что-нибудь порассказывать из какой-нибудь книги какого-то труда, допустим, того же Руку Гасами, где он описывает просто какие-то вот сладостные игры Господа. И все там начинают сидеть и воображать себе, как это сладостно, как это здорово. Но, как здесь Шиллабабада пишет, паракию расу, которая происходит в духовных реалиях, можно обсуждать только тем, кто достиг высот чистого предного служения. Это стих Мадья Лива, тринадцатая глава, которая описывает танец Господа на Радхаятре, стих двадцать четыре. А на Радхаштое что-то начинает такое движение? Ну, это неправильно. Нужно, во-первых, ссылаться на то, что Шиллабабада говорил на Радхаштое, как он описывал Шимати Радарани, и напоминать себе и друг другу о том, что Шимати Радарани является олицетворением энергии чистого предного служения. Она является вообще средоточным олицетворением и лучшим примером. Таким образом, в этот день лучше всего вдохновлять предных на то, чтобы бескорыстно, чисто и беспримесно служить Господу. Рассказывать о величии чистого предного служения, его несравненном положении по сравнению с другими методами и так далее. То есть, таким образом, мы, по сути дела, прославляем Шимати Радарани. Но никакие вот эти всякие истории и так далее, мы просто это не поймем. Шиллабабада прямо, ссылаясь на Баксиланс, все разводят вокруг, говорит, это не для нас. А то, что ведем к Симпредника Балашане, там что-то же самое. Но это нужно в правильном философском моменте. Помни, что нужно рассказывать тату, а не расу. Шиллабабада очень много давал нам таттвы, философского понимания. Кто такой Кришна? Кто такая Шимати Радарани? Кто такие боги? Без таттвы одной лишь расы мы искатимся в Сахаджи. То есть, там нужно очень много таттвы прокачивать, много философии давать. Объяснять, напоминать, по крайней мере, кто такая Шимати Радарани. По ее милости мы, что вовлекаемся в предыслужение. Госпочитанием Атра появился, проявляя настроение Шимати Радарани. Описывать Господа, читание Его милость. Очень много, чем можно сказать на Радарани. И при этом не скатиться в Сахаджи. Атра появился на Варшане. Даже на Варшане? Ну, можно, кстати, рассказать. Вот здесь это, здесь то, здесь дворец был в Решаблану Махараджи. Вот такая-то лила была. Но стараться напоминать вредность, что это не просто какие-то истории, которые приятно слушать. Накачивать расу таттвой. Вот это очень важно. Потому что только очень высокодруховно продвинутые, преданные, способные правильно это воспринять, потому что они уже прекрасно понимают таттва. Они не скатываются в подсознательное желание насладиться этим. Потому что материально обусловленное животное, любая возможность, которая дает ему испытать наслаждение, оно тут же хватается для своего наслаждения, пытаться наслаждаться. Чистые преданные, которые уже свободны от желания самому наслаждаться, они будут с восторгом слушать это и прославлять Господа. И от этого они получают наслаждение. То есть, поливая корень дерева, они естественным образом сами, получается, пытаются, питаются по этой формулы. Но они не пытаются как-то вообразить себя, что они такие на высоком духовном уровне находятся и прямо сейчас могут все это видеть и все правильно понимать. Те, кто водят парикрамы, те, кто рассказывают, делают лекции на радашном и на вошании и так далее, должны быть очень внимательны, чтобы следить за тем, чтобы не скатывать сознание в людей. Вот такие вот исключительно прокаченные расы, но обешенные таттвы рассказывают. Это очень важно. параки и расу в духовном мире нельзя ставить на один уровень с параки и расой в мире материальном. Первое подобное золоту, а второе – железо. Это сам Кришнацкий Раджа Госвами в Аде Лиле. У него серый стихов, где он описывает разницу между премой и камой. Одна подобное золото, а вторая подобное железо. Где и тот, и тот металл, но качественный и принципиально, и по ценности, и по свойствам во всех отношениях совершенно разные субстанции. Разница, да. Разница между ними столь велика, что они даже не подлежат сравнению. Как следующий человек без труда отличает золото от железа, так и имеющий должное понимание, легко отличает трансцендентные лилы духовного мира, от материальных поступков. То есть, когда человек сбит с толку, он начинает воображать себя, как продолжение лил Господа, что ему Кришна что-то говорит. Приехал Бавриндаун люди, лишенные философского понимания, видя, как все очень доступно, буквально заплати несколько рупий и тебя отвезут в то или другое третье место на Радакунду, на Гавардан. И вот она Радакунда, которая прославляется с Шивой Богослами на страницах Упадышамрита, как самое-самое возвышенное место. Я могу просто прийти и совершить оморение здесь и так далее. Люди воспринимают это как что-то дешевое, как легко достижимое. А раз я достиг Упадышамрита, говорит, что даже такие мудрецы, как Кумары, Нарадаму, не могут достичь Радакунды. А вот я заплатил несколько рупий и меня привезли. Значит, я очень возвышенная личность. Подсознательно чувствует такая личность. И значит, я на очень высоком духовном уровне. Он или она начинает что-то себе воображать. И Бабсидан Сарасвати такой, видя вот такое легкомысленное и с духовной точки зрения даже преступное отношение, называл, что вот эти так называемые Бабаджи, которые не совершают вот такую искреннюю чистую Баджину на служении Господа Шимати Радарани, как это делал Рагунат Дазгаслами. Изначально он занимался этим на берегах Радакунды. А просто выставляют себя какого-то продвинутого, чтобы поддерживать свое существование, а тратят заработанное на чувственное наслаждение, чтобы курить, принимать интоксикацию. В обильных количествах растет марихуана, которая очень такая забористая. Помню, когда я в локдаун, как только начался, в 2020 году, мы все разъехались, и я там застрял. И я там поселился в одном гэскаусе, из соседней комнаты какой-то там подростки, такие вот, искон youth, так называемые, молодежь исконовская, которые вроде как и искон, на самом деле, делают, что хотят. Так вот они там постоянно вот эту марихуану курили, прямо просто запах ужасов, у меня Дотя все это прованивало. А перед этим, когда я еще нормально буду, вот мы с этим… Пошли в сторону Емуны, от Кешигата, не, не от Кешигата, в общем там, короче, через поля большие так пошли, и проходили куча мест, где прямо огромная куча марихуана растет, огромная. Так вот, поскольку это очень легко доступно, вот эти так называемые бабаджи не гнушаются то, чтобы курить и так далее, и, так сказать, развлекаться с приезжающими, принять прибежище вдовами, вот очень такая тема была, что даже Шалпада писал, точнее, в лекции говорил, в беседе, что в сороковые годы, еще пока он там, когда поселился, у индийского правительства было серьезное, такие желания во вриндаване всех саду просто кастрировать, потому что очень много вдов зачинали детей от этих садху, то есть вот настолько они себя бессовестно вели, что просто их физически костреют, все уже вы садху, вы же отреклись, так что вам, так сказать, хуже не будет, вы и так без этого можете прожить для своих нужд садху, то есть они так рассуждены. Понимаю бы, допустим, руку там отрезать или язык, чтобы невозможно все это имя повторять, это болезненная потеря для нужд садху, но так сказать, кастрация вряд ли сильно что-то изменит. Так вот, да, вот такие вот есть, и поэтому Баксидан Сарасвати Такор называл, вот таких людей говорят, что они не живут на берегу Рада Кунде, они живут на Нарака Кунде. Нарака значит ад. Они, по сути дела, в своем сознании пребывают уже в адским существовании. Потому что, почему в адском, почему так резко он сказал? Потому что, живя в месте, которое вообще самое-самое сокровенное и возвышенное, они позволяют себе вот вести совершенно никчемную, материалистичную, направленную исключительно на свое удовлетворение материальных чувственных наслаждений, вот этой интоксикацией и секс, и тем самым они очень сильно деградируют. Вся дорога была усыпана мелким белым песком, что придавало ей сходство с берегом Ямуны. Кто бывал на берегу Ямуны, помните, он такой светлый, даже искрится таким образом, как будто бы серебристый, такой серенький, светло-серый. А сады по обочинам дороги казались садами Вриндаваны. Господь Джаганадха восседал на колеснице, смотря по сторонам, и сердце его ликовало. Здесь, конечно, раз говорю, раз, мы с вами, представьте, что он знает, что пробыло на сердце у Господа Джаганадхи, какие эмоции он испытывал, что он, восседая на колеснице, смотрел по сторонам, и сердце его ликовало. Вот это то знание, которое может получить по особой милости, чисто преданный, уполномоченный Господом, чтобы описывать его ливы, и описывая ливы Господа, неизбежно приходится описывать эмоцию Господа, что Господь почувствовал. Невозможно понять Господа, если не быть великим преданным. Кришна Бхагавадгития в 18-й главе говорит, «Бхактиямаама биджанати» «Я вам я сейчас смита туда» «Меня постичь можно только при помощи преданного служения». Это означает понять настроение Господа, как он к чему относится, что он любит, когда он ликует, когда он расстраивается. Вот это может сделать только чистый преданный. И тем более такие сокровенные вещи может понять только преданный очень великого калибра. И поскольку Кришнацкий Раджа Госвами был уполномочен Господом Читани Мааправу и благословен благословениями многих вайшнавов, он взялся за этот труд, несмотря на то, что был очень-очень сильно прикованного возраста. Тем не менее, он писал этот замечательный труд, который изобилует вот такими моментами, где он описывает, что Господь Читани Мааправу или Господь Джаганатха на самом деле чувствовали, что они подумали, какую эмоцию испытали. К простому смертному это невозможно сделать. Слуг тянущих колесницу называют гаудами. Они делают это с огромным удовольствием. Но колесница то ехала быстро, то замедляла свой ход. В Маапуре, когда проводят колесницу, там это видно, почему она замедляет. Там колесницу сделали на основе основы грузовика. И там, как сказать, руль есть и педали тормоза. Поэтому там видно, почему она иногда останавливается, иногда едет. Но здесь, я честно говоря, видя вот эту колесницу, там не видно, есть ли какие-то сцепления, тормоза и так далее. То есть там иногда она останавливается, ее невозможно вести. То есть какие-то такие мистические трансцендентные вещи, которые я не способен никак прокомментировать, просто вот мы принимаем это к сведению. Временами колесница останавливалась. Ее, как ни старались, не могли сдвинуть с места. По сути, колесницей управляла лишь воля Господа, а не усилия обычных людей. Так, потому что кажется, что там два каната, их, они такие очень толстые, их там нужно вот очень сильно так обхватить. И преданные, многие люди тащат колесницу, но иногда просто они тянут, но она не едет. Вот одна из таких историй, когда колесница остановилась, никуда не ехала, связана с кем? Бактсиданца. Бактсиданца Расвати, да. Как раз остановилась напротив домашнего Бактсиданца Расвати Такура, и это был знак для местных женщин. Они воспользовались тем, чтобы поместить своих детей, в том числе в Агавате Деви поместила маленького Бимала Прасаду, будущего Бактсиданца Расвати Такура, на колесницу Господа Джиганадхи. И в момент, когда его поместили, очень большая, очень толстая, где-то вот такие вот из цветов, очень тяжелая, упала, и она как бы вокруг обрамила маленького Бимала Прасада, тем самым дав знак, что это очень великий Вайшнав, который наделен милостью Господа. Во время одной из таких остановок Швичитани Махапрабус собрал всех своих преданных, «Сам украсил их сандаловой пастой и надел на них гирлянды». Очень правильно, надел на них гирлянды. То есть, смотрите, сандаловая паста украшают, когда это считается таким особым знаком выражения почтения. Сандал считается необычайно чистым деревом и очень благоприятным. Он обладает таким свойством, если поместить его, допустим, на лоб, на виски, то он охлаждает. Очень сильно охлаждает, и при этом тонко успокаивает ум. То есть, это не просто, так сказать, снегом сейчас так приложить, а ум все равно бесится. Вот это такой легкий охлаждающий эффект, и, так сказать, человек успокаивается, он становится добрым, расслабленным, не обеспокоенным, если вдруг что-то происходит. Вот это такой тонкий эффект. Это никакое дерево не может такое сделать, как сандал, поэтому оно такое ценное. И удивительно, что Господь читанием Афробу умастил каждого преданного собственноручно, давая понять, что то, что мы сейчас будем делать, будет являться очень благоприятным, и мы должны быть в самом чистом состоянии, в самом... Нужно создать самую благоприятную атмосферу. То есть, сейчас предные, под предвидительностью Господа Чиганахи были тоствовать киртам, а перед этим была игра, когда была уборка храма Гундича. И в той лиле Господь, перед тем, как все предные пошли убирать храм Гундича, что, во внешне кажется, какой-то такой шудрианской, черной, грязной работой, Господь читанием Афробу точно так же каждого умастил сандаловой пастой. давая понять, что то, что они собираются сделать, это вообще самая возвышенная, самая чистая, самая благоприятная деятельность. Несмотря на то, что внешне она может быть похожей на какую-то грязную уборку. Господь читание тем самым давал понять преданным, что то, что сейчас мы будем делать, настройтесь внимательно, пожалуйста. Парамананда Пури Ара Бхарати Брахмананда Шри Хасте Чанданапая Бадила Ананда Когда Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати получили гирлянды и сандаловую пасту из рук Шри Читани Махапрабу, их трансцендентное блаженство возросло. Адвайта Ачарья Ара Прабху Нитянанда Шри Хаста Спаршедук Хара Хайла Ананда Адвайта Ачарья и Нитянанда Прабху тоже испытали огромное удовольствие от прикосновения трансцендентной руки к Шри Читани Махапрабу. Киртани Яганы Дила Малья Чандан Сварупа Шиваса Яган Мукхья Дуиджан Господь также поднес гирлянды и сандаловую пасту певцам, которые вели санкиртана. Санкиртана — это значит совместное воспевание. Мы привыкли, что санкиртана — это распространение книг, но изначально смыл санкиртаны — это совместное воспевание святых имен. То есть те, кто вели санкиртану, значит те, кто вели киртану на нашем нынешнем современном языке, что это означает. Главными из них были Сварупа Дамодара и Шри Вастакура. Господь Читани Махапраб выбрал самых-самых близких и самых квалифицированных, которые имели право воспевать святые имена, чтобы это понравилось Господу Джиганадхе, и это понравилось Господу Читани Махапрабу, чтобы он мог, естественно, и гармонично танцевать, не отвлекаясь на никакие вот эти оскорняющие факторы, чтобы он мог полностью проявить свое настроение. Всего было четыре группы исполнительной киртана, вместе насчитывающие 24 певца, то есть в каждой группе по 6 певцов. В каждой группе также было по два игрока на мриданге, то есть помимо 6 певцов было еще двое, которые просто играли на мриданге, что составляло еще восемь человек. Два по четыре, восемь человек. Сампрадая здесь переводится группы. Когда образовались четыре группы, Шичитани Махапрабу немного поразмыслив разделил певцов. Дальше объясняется, куда кого он поместил, кто будет везти киртану. Шичитани Махапрабу велел Нитянанди Прабу, Адвайта Ачари, Харидаса Такуру и Вакришу Репандиту. Вакришу Репандит славился как великий танцор. Он мог танцевать сорок восемь часов подряд во время киртана. То есть кто-то там не мог столько, допустим, кирты навести, а не менялись группы, но Вакришу Репандит сорок восемь часов подряд мог танцевать. Это значительно тяжелее, чем просто вот так вот сидеть, петь Харе Кришну. Тут все тело используется. Причем в экстатической эмоции много сил тратится. Так вот, среди Нитянанды Прабу, Адвайта Ачари, Харидас и Вакришу Репандит в каждую из этих четырех групп поместили как танцор, который своим танцем воодушевлял и заводил атмосферу вот эту. Интересно, какие у вас танцы было? Было бы интересно вообще посмотреть на эти, на движения, хотя мне кажется их невозможно повторять, потому что это является естественным проявлением определенной эмоции каждой вот такой чистой, возвышенной личности. То есть не какие-то, так сказать, па ты изучаешь, как на байных танцах. То есть это вообще, мне кажется, неповторимо. Но было бы здорово смотреть. Сварупа Дамадара был поставлен во главе первой группы. Он получил пятерых помощников, которые должны были подпевать ему. То есть либо он пел, они его подпевали, либо они все хором пели. Потому что тогда же громкоговорителей-то не было. А представьте, это Радхаятра, это огромная многотысячная толпа. Чтобы там Киртан слышен был, вполне могли хором петь сразу шесть человек. Этими пятью певцами под руководством Сварупа Дамадары были Дамадар Пандит, Нараяна, Говинда Датта, Рагава Пандит и Шри Говинда Нанда. В одной группе Господь велел танцевать Адвайта Ачари Прабу. Затем Он собрал другую группу, поставив во главе Шри Васатакура. Шампада небольшой комментарий дает. В первой группе солировал Дамадар Псаруп. Во второй ему авторили Дамадар Пандит, Нараяна, Говинда Датта, Рагава Пандит и Говинда Нанда. Танцевал в этой группе Шри Адвайта Ачари. Затем собрали другую группу, в которую вел Киртан Шри Васатакур. Гангадаса, Харидаса, Шриман, Шубхананда, Шри Рама Пандита, Таханна Ченитянанда. Пятью певцами, которые подпевали Шри Васатакуру, были Гангадас, Харидас, такой-то другой, видимо, Харидас, Шриман, Шубхананда и Шри Рама Пандит. А танцевал в ней Шинитянанда право. Ну, группы собираются. Васудева Гупинадха Мурари Яхангая, Мукунда Прадхана Кайла Арасам Прадая. В следующую группу вошли Васудева, Гупинадха и Мурари. Они подпевали Мукунде, который был главным певцом. К этому хору присоединились еще двое, Шриканта и Валабхасен. То есть там перечислялось трое, кто подпевали четвертому, и как раз четвертый и пятый. То есть пятеро подпевающих всего шесть певцов. Танцевал в этой группе старший Харидас. То есть Харидас такой. В третьей группе, комментирует Шилпада, ведущим был Мукунда. Помимо него, группа состояла из Васудева, Гупинадха, Мурари, Шиканта и Валабхасена. Господь собрал еще одну группу и назначил в ней ведущим Гавинду Гоша. Его пение вторили младший Харидас, Вишнудас и Рага. Подпевать к этой группе также присоединились два брата. Мадава Гош и Васудева Гош. Это три брата было. Говинда Гош, Мадава Гош и Васудева Гош или Васу Гош. Три брата, великий предный Господь. А танцевал в ней Вакри Шарапандит. Кулина Грамера, Эка Киртания, Самагья, Самаджа, Таханритя Каренас, Рамананда, Сатья Раджа. Была также группа Санкиртаны из деревни Кулина Грама. В этой группе танцевали Рамананда и Сатья Раджа. Шантипурера, Ачарьера, Эка Сампродая, Ачютанандана, Начитататха, Ари Сабагая. Собралась еще одна группа из Шантипура. Ее организовал Адвайт Ачаря. Танцевал в ней Ачютананда, а остальные пели. Кто такой Ачютананда? Старший сын Адвайт Ачаря, Ачютананда. Кандера сампродая кари Анятьра Киртан, Нарахари начитхан Швира Гунандан. Ачеттал, что там, кажется, сын кто-то очень... Да, там у него было шесть сыновей. Трое сыновей стали великими преднами. Один из них – Четананда, старший сын. Другие трое стали братом Майваде. Почему? Как бы это творится в наших философах, то, что было детей? Это указывает на то, что даже дети таких великих личностей могут выбрать этот путь. Даже Бхалмасура был сыном Бхумидеви и Верховного Господа. Когда Варахадева своими трансцендентными клыками поднимал Бхумидеви, Бхумидеви Мандулу, когда Хираньякша, доставая это золото Бхумидеви, обвалилась ниже, Господь Варахадева поднял ее, и от этого трансцендентного соприкосновения Бхумидева принесла ребенка, и это стал в будущем Бхалмасура. Которого также звали Наракасура. Так вот, сын Верховной Личности Господа и его энергии, Бхумидеви, полубогини, стал, как описывает на странице 10-й песни Шимбхагавата, источник личного ослаждения, из-за плохого общения, в первую очередь с Бханасурой, сын Верховного Господа стал демоном. И позднее саму Кришне пришлось его убить. Причем он приехал, прилетел на Горуде туда вместе с Сатиабхамой. Сатиабхама считается, из Сатиабхами, как экспансии, исходит Бхумидеви. То есть фактически Бхумидеви в какой-то степени неотлично от Сатиабхама. И Сатиабхаме пришлось присутствовать для того, чтобы как бы с ее дозволения убили этого демона. То есть чтобы, как сказать, мать тоже была согласна такого демона убить, Наракасуру или Бхумасуру. То есть все вот эти истории указывают и доказывают, что рождение в семье предных еще не гарантирует, что все дети будут преданными, и даже в ходе того, что могут даже и стать демонами. На Майваде и так далее. То есть такое случается, к сожалению. И наконец была группа, состоящая из жителей Канды. Они пели в другом месте. В этой группе танцорами были Нарахари Прабу и Рагунандана. Рагунандана Натакура – это тот самый мальчик, помните, да, который по поручению отца предлагал божествам пищу, прося Кришну поесть. Кришна все это съедал. А папа, когда приходил, попросил Махапрасаду поесть, а мальчик сказал, что ничего нет. Это Рагунандана. Не Алахна? Нет, это Рагунандана такое. Или я говорю, что он не с божеством, а Алахна? Нет, то есть не Алахна. Ну, может быть, там похоже, да, там была похожая история, но эта история была с домашними божествами от этого предного дома происходила. То есть Рагунандана уже подросшей были танцорами вместе с Нарахари Прабу. То есть очень великого калибра личности, которым доверялась, казалось бы, та деятельность, которых мы там сказали. Ну, вот ты стоишь сегодня, ты сегодня лекцию прочитаешь. Госпочитание Махапрабу выбирал танцоров, певцов и игроков на мриданге очень квалифицированных личностей. Четыре группы пели и танцевали перед Господом Джаганатхой, а две другие по обе стороны от него. Еще одна группа пела сзади. То есть всего раза три, четыре, семь групп было. Сатта-сампрадая баджи, сатта значит семь, сатта-сампрадая в семи группах. Баджи чауда мадал, яра два нишуни вайшнава, хайла пагал. Всего было семь групп санкиртаны, и в каждой двое барабанщиков, игроков на мриданге имеется в виду. Таким образом, одновременно звучало 14 мриданг, и их оглушительный бой приводил преданных в неистовство. Пагал, значит безумные, сходили с ума просто. Пагал, значит сумасшедшие. Пагал. Ну и где называется? Да, это взывательство. Пагал. Преданные, слыша звук мриданг, приходили в неистовство. Настолько они сильно петь и танцевать хотели. Настолько так замечательно играли. Вместе вайшнавы напоминали гряду облаков. Когда они в великом экстазе пели святые имена, слезы дождем лились у них из глаз. Такое поэтическое сравнение, как из облаков падает дождь, так же собравшиеся вместе преданные, их слезы, экстатические слезы, как будто бы дождь все умощал. Настолько обильно их слезы длились. Санкт-Киртана огласила все три мира, и не было слышно никаких других звуков и никакой музыки, кроме Санкт-Киртана. Господь Чайтани Магапрабху переходил от одной группы к другой, воспевая святое имя Хари, Хари. Воздев руки, он восклицал, слава Господу Чаганадхе. Ара-эка-шакти-прабху-карила-пракаш, эка-кали-сатта-тхани-карила-вилас. Затем Господь Чайтани Магапрабху продемонстрировал еще одну сверхъестественную способность. Явив свои игры во всех семи группах одновременно. Это то, что описывает кришнадский радж-гасамя, то есть ему это понимание пришло. Савика-хе-прабху-ачена-морасам-прада-анья-тхани-на-хия-на-амаре-дая-а. Каждый говорил, Господь Чайтани Магапрабху находится в моей группе. В самом деле, он больше никуда не уходит. Он дарует свою милость только нам. То есть каждый из этих групп считал, что Господь Чайтани только с их группой танцует. А в действительности никто не замечал действия сверхъестественной силы Господа. Понимали происходящее лишь самые доверенные и преданные, чье служение Господу было абсолютно чистым и бесприместным. Господу Джаганадхе так понравился Санкиртана, что он даже остановил колесницу, чтобы посмотреть на происходящее. Почему нужно остановить колесницу? Потому что, когда она движется, она очень быстро движется. У нее большие колеса. То есть, если ее разогнать, она очень... То есть, там люди даже бегут за ней. И в это время петь и танцевать очень трудно, сами понимаете. Но когда она останавливается, там можно... Ну, во-первых, когда бежишь, дыхание сбивается. Очень тяжело петь. И, во-вторых, там игрокам на британге еле успеваешь там подбумкивать. Ну, и там танец, там вообще очень тяжело. А когда остановилось, все это можно сосредоточенно уже, так сказать, и петь, и танцевать, и так далее. Санкиртана глубоко поразила и царя Пратапарудру. Охваченный экстатической любовью к Кришне, он замер на месте. Когда царь поведал Каши Мишри о величии Господа, Каши Мишри ответил, «О, царь, удача твоя безгранична». Царь и Сарвабхаумба Тачая понимали, что делает Господь Читаньма Прабу. Однако никто больше не замечал чудес, которые он творил. Смотрите, царь Патапарудра, которого, казалось, внешне не подпустил к себе Господь Читаньма Прабу. И он даровал ему способность видеть проявление чудесных вербок Господа Читань, что он распространил себя всем форм и одновременно танцевал с каждой группой. И не каждый, все другие этого не видели. Каждый считал, он в нашей группе. И даже посмотрев на другую, вот, с вами не танцуют, а с вами танцуют. А царь видел, да? А? А царь видел. А царь видел. То есть тот самый царь, которого к себе внешне, казалось бы, не подпустил к Читанию Моя Прабу. А самым даровал ему такую особую милость. Царь и Сарвабхаумба Тачая. Понять это может лишь тот, кто снискал благосклонность Господа. Без его благосклонности даже Брахма и прочие полубоги не способны ничего понять. Шри Читания Моя Прабу остался очень доволен. Увидев, что царь готов выполнять даже такую грязную работу, как подметание дороги. Так, за свое смирение царь удостоился милости Шри Читания Моя Прабу. Именно поэтому ему открылась тайна деяния Господа Читания. Здесь Шилбхабада комментирует. Тайное деяние Господа Читания объясняет Чилбхабада Сарасвати Такур. Трансцендентный танец и пиниш и Читания Моя Прабу поразили Господа Чиганадху. Он даже остановил свою колесницу, чтобы посмотреть на этот танец. Тогда Господь Читания Моя Прабу стал танцевать таким мистическим образом, что сумел доставить Господу Чиганадхе удовольствие. И тот, кто танцевал, и тот, кто наблюдал за танцем, были одной верховной личностью. Просто Господь, единый и одновременно существующий во множестве проявлений, пожелал показать разнообразие своих игр. Именно этим объясняется его загадочное поведение. По милости Шичи Тани Моя Прабу царь понял, царь Бартапаруда, как Господь Чиганадха и Господь Читания наслаждаются поведением друг друга. Другой загадкой было одновременное присутствие Шичи Тани Моя Прабу в семи группах. Милости Шичи Тани Моя Прабу царь разгадал и эту загадку. То есть он разглядел, что Шичи Тани Моя Прабу в всех группах одновременно танцует, а другие предметы не видели. Хотя Господь Читания отказал царю во встрече, косвенно он пролил на царя бескричинную милость. «Кто способен понять, как действует внутренняя энергия Шичи Тани Моя Прабу?» восклицает кришнацкий врачеба с вами. Шлупа документирует. Шичи Тани Моя Прабу, игравший роль наставника всего мира, не захотел встречаться с царем, потому что, как правило, цари – это материалисты, которых интересуют деньги и женщины. Действительно, само слово «царь» подразумевает того, кто купается в роскоши и окружен женщинами. «Будучи саньяся, Шичи Тани Моя Прабу остерегался и денег, и женщин. У человека, отрекшегося от мира, слово «царь» не вызывает ничего, кроме отвращения». Шлупа напишет. «Ничего, кроме отвращения, не вызывает у человека, отрекшегося от мира. Поэтому Шичи Тани Моя Прабу отказался встретиться с царем. Однако, по неизнеснимой милости Господа Читани, которой он косвенно одарил царя, тот смог проникнуть в тайну деяния Господа. Поведение Господа Читани иногда выдавало в нем Бога, верховной личности, а иногда – преданного. То есть, иногда Господь проявлял себя как верховная личность Господа, а иногда – как преданный, который служит верховному Господу. И те, и другие деяния загадочны, и понять их могут только чистые преданные. У нас сколько времени? Продолжение? Сколько времени? Лучше закончить? Давайте закончим, и как-нибудь можем собраться, и со стиха 62 продолжим и почитаем еще. После очередного, очередной встречи на сегодня. Чи Чи Тан Чи Тамри Теки Джай, Чи Угру Па Деки Джай, Та Гор Приманян Дея Него. Спасибо большое.